В польском порту Счецина разгружают полтысячи бронемашин. Сюда на тренировку прибыло подразделение сил быстрого реагирования НАТО из Испании. В Польше стартует учение Brilliant Jump 2016, на которых будут отрабатывать быстрое развертывание сил Альянса в ответ на возможное вторжение. Между тем в Брюсселе собрались министры иностранных дел стран НАТО. За два дня до встреч Альянса во вторник, 17 мая, истребители британских королевских ВВС были подняты по тревоге для перехвата пяти российских военных самолетов в воздушном пространстве вблизи границы с Эстонией. Поэтому одна из основных тем встречи в Брюсселе — безопасность на восточных границах Альянса. Горячая тема встречи — это страны Балтии. Как их защитить в случае агрессии России? В этом контексте опыт Украины очень важен, потому что этот сценарий уже был применен там. И вторая важная тема — защита Альянса от угрозы, поступающей из Сирии и Ливии. В четверг в Брюсселе был подписан протокол о вступлении Черногории в НАТО. Она станет 29-м членом организации. До Черногории в НАТО были приняты две другие страны региона — Албания и Хорватия. Кремль очень болезненно реагирует на расширение Североатлантического альянса. Однако диалог НАТО и Кремля, прерванный из-за украинского конфликта, всё же восстановился 20 апреля. «Это ошибка обеих сторон. В Брюсселе накануне состоялся Совет НАТО-Россия после почти двухлетнего перерыва. Вследствие отсутствия диалога произошла дилемма безопасности. Когда НАТО чувствует себя в опасности и начинает усиливать свои восточные границы, Россия воспринимает это не как оборону НАТО, а как угрозу для себя». Еще одна тема встречи в Брюсселе — обсуждение украинской ситуации. Однако немецкий эксперт отмечает, что из-за вооруженного конфликта двери в альянс для Киева закрыты ещё не на один год. Поэтому Украина должна развивать свои собственные вооружённые силы. «Что НАТО будет делать в последующие годы, так это и дальше помогать Украине создавать мощные вооружённые силы, привлекая военных альянсов для тренировок и совместных манёвров. Также будет помощь в восстановлении оборонного сектора Украины». Пока в Брюсселе политики говорят о вызовах. На базе Визиани в Грузии бойцы из США и Великобритании тренируются вместе с грузинами разворачивать войска в случае агрессии против страны. Встреча в Брюсселе на уровне министров иностранных дел происходит накануне большого саммита НАТО, который состоится в Варшаве летом. Ожидается, что там планируется объявить о временной оперативной готовности системы противоракетной обороны Альянса.